Полное погружение в искусство живописи. Семь календарных дней с 23 по 29 сентября будут наполнены лекциями, мастер-классами, выставками и множеством других культурных мероприятий. В этом году ДМИ Эрмитажа открываются с выставки художника Юрия Малдаковца «Уединение Эрмитаж ночью». Это очень важный проект, может быть, самый важный проект в моей жизни, потому что мне удалось снять это очень интимное состояние музея, когда в нем нет не только пустителей, ушли все хрмитажники, выключен свет, только свет Луны освещает шедевры, которые ведут какой-то диалог между собой. На днях Эрмитажа скучать не придется. Программа подобрана на любой вкус. До 29 сентября будет работать выставка «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи и собрания государственного Эрмитажа». Куратор выставки подготовил яркий цикл лекций о Римской империи с экскурсиями по экспозиции. Кроме того, впервые будет представлена виртуальная модель Эрмитажной галереи истории древней живописи. Мы за этот год сделали в эти технологии, так называемые фотограмметрии, сделали еще виртуальную ермитажную ермитажную программу, ориентированную на работу со слепыми и слабовидящими, прошлое на кончиках пальцев. Планируют провести 10 занятий для специализированных групп, открытый урок и круглый стол, инклюзивные программы в современных пространствах культуры и искусства с участием специалистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Находки и Хабаровска. Наша программа представляет собой трюкление циклов занятий, связанных, посвященных истории человека. Изучаем мы ее через археологические наборки, а точнее их реплики, поскольку изначально наша программа предназначена, ориентированная на слепых и слабовидящих, мы представления о истории, о тех событиях, о тех предметах, которые имели место в прошлом, выстраиваем по археологическим предметам. В рамках Дней Эрмитажа можно будет совершить виртуальное путешествие в историю. Это цикл лекций в подаче Константина Хабенского. Также можно будет посетить Эрмитажную библиотеку, где вам предложат подписать и отправить открытку, выпущенную специально к этому событию. Изображением на открытке в этом году стало произведение «Нападение кавалерийского отряда на обоз» середины 17 века. Открытка имеет звуковую иллюстрацию о художнике и истории картины, которую можно будет прослушать с помощью QR-кода. Тираж открытки всего 200 экземпляров. Для коллекционеров аудиооткрыток она будет иметь непревзойденную ценность. А всем без исключения Владивостокцам Дней Эрмитажа позволят соприкоснуться с ценностями, собранными во второй по величине художественном музее мира в Эрмитаже. Екатерина Матвеева, Сергей Тулатьев, Новости на Восьмом.